Ну а у нас свое золото. В Москве недавно прошел концерт певца с таким псевдонимом. Мы привели туда Андрея Губина и спросили, что он думает по поводу плагиата строчки из своего хита. Подробности у Алены Богомоловой. Уже не мальчик и точно не бродяга Андрей Губин. Долгие годы хитмейкер не выходил на связь по состоянию здоровья. Тем не менее, певец следил за всем, что происходило в шоу-бизе все это время. Впервые полгода назад Губин вместе с Муз-ТВ решил посетить концерт Клавы Коки. Клава Кока, Клава Кока. Естественно, она всем мужчинам нравится. Жалко, что мы не увиделись. И надеюсь, что в следующий раз мы увидимся, пообщаемся и, может быть, даже что-то придумаем вместе. И кажется, мечты Клавы вполне могут стать реальными. Ведь в эксклюзивном интервью Муз-ТВ Андрей Губин прокомментировал. В августе на «Новой волне» готовится целый концерт, который будет посвящен творчеству главного секс-символа 90-х. Крутой позвонил Игорь, говорит, Андрей, приезжай, типа, есть разговор. Он нам говорит, ну, типа, будем делать на новой волне то все. Я говорю, Игорь, я такой, ладно, Игорь, делайте. Меня посадят на первый ряд, я буду сидеть, смотреть, там камера иногда будет показывать счастливого композитора, который хлопает в ладоши. Я пообещал, прогарантировал одно, ну, просто интервью, но выхода на сцену никакого не будет. Наоборот, я сказал, что на сцену ехать не буду. Вот, петь я тем более не буду. И хоть в рамках творческого вечера исполняться будут только главные хиты артиста, все эти годы Губин продолжал писать песни. Вот, например, один из новых треков. Про жвачку есть песни «Баблгам, баблгам, 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 баблгам». Я иду и жую, кова опаснейший баблгам. Кстати, Марло, забери эту песню, и она запомнится, она станет визитной карточкой. Там бас играет, как у тебя, но там мелодия, которая вот так проходит, бесплатно отдаёт подарок. И пока Губин делает такие щедрые хитовые подарки, сам Слава Мерлоу косплеит Андрея в своём треке и сравнивает сам себя с молодым Губином. Как молодой Губин, как молодой Губин. На молодого Губина Слава Мерлоу и правда похож. Фанаты даже перемонтируют клип Андрея, накладывая тексты Славы. «Ты горишь, как огонь, я у меня огонь, я это любовь или это парадоя? Ля-ля-ля». Так что, может, Мерлоу стоит принять подарок Губина? Тем более, пока звезда 90-х отдаёт песню даром. «А ты кратешь, когда злишься?» Ну а пока Мерлоу больших сольников в Москве не даёт Губину, приходится идти на выступление группы «Золото». Как выяснилось, артист – давний фанат этого коллектива. Более того, «Золото» в одном из своих треков использует строчки песни Андрея. Зима-холода он пил. Ну и мне очень приятно. «Вы жгнали об этом? Они говорят?» «Нет, нет». «У вас разве не спрашивают? Не спрашивают разрешите?» «Нет, ну меня обычно спрашивают за себя. Ну, значит, где-то спросили, я подписал. Или, может быть, просто авторские присылают». Внезапно на этом концерте Губина замечает певица Пелагея. «Я вот ещё долго думала, и подходить или не подходить, потому что не хочется человека дёргать. А с другой стороны, я очень хотела ему сказать, что он на меня повлиял вообще, правда». «Ну, хорошо. Чё, руссконародная певица, с сильным голосом». Несмотря на то, что Губин уже давно не выпускает песни, его отлично знают и фрешмены. «Такие девушки, как звёзды, что светят в небе до утра, в одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда». «Такие девушки, как звёзды, такие звёзды, звёзды, звёзды». «Так, может, пора Андрею всерьёз задуматься о возвращении в шоу-биз? И, может, он всё-таки споёт сам на новой волне свой новый хит, а не просто будет аплодировать в первом ряду сегодняшним артистам». Алена Богомолова, Пётр Греков, ПРО Новости. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова